и всем привет дорогие друзья с вами по-прежнему я алексей и сегодня вашему вниманию я бы хотел представить уже восьмую серию путевых заметок просто из рога изобилия у нас рубрика в последнее время сыпется интервал между сериями крайне короткие но этому способствуют разработчики они просто не знаю на активизировались после новогодней спячки начали работать и начали нам выдавать действительно интересную информацию сначала мы с вами узнали о штате орегон для т.с. затем вот в крайнем видео мы с вами немножко поговорили о dlc прибалтика кстати вот одним из самых залайканных комментариев под прошлым видео я задавал вопрос вам как вы думаете как типа будет называться дополнение вот самый интересный ответ пришел от пользователя под ником фейс лерон название для dlc прибалтики dlc шпрот лэнд друзья ну не знаю вряд ли конечно такое название будет и это по большей части прикол конечно же я это понимаю но все равно очень даже интересно но по тем комментариям которые были оставлены давайте пройдемся их здесь по классике не так уж и много но есть действительно один очень интересный опять же состоит он из двух вопросов картинка я постараюсь вам на это ответить первый вопрос от пользователя с ником к юрец или а нет огурец господи что-то прочитал как-то странно огурец окей первый вопрос когда добавят тахограф и чтобы он был работоспособным и сделают рычаг кпп ну последний рычаг кпп это анимация в принципе я задавался этим вопросом когда вышел 389 по моему петербилд для т.с. а то есть задавал вопрос на форуме даже официальном ну почему так и нет рычага коробки передач хотя вроде бы нигде на панели там нигде ни к сидушке не прикручена автоматика как это могло бы быть да они ответили то что якобы эти рычаги кпп не вписываются концепцию их вот не знаю игры что ли как-то ну короче они это делать не собираются им это типа нафиг не надо это ненужный элемент грузовика и там лишний раз его анимировать и так далее ну в общем отбрехались по тахографу да я согласен я бы тоже был наверное не против какой-то аналог тахографа увидеть плюс ко всему разработчик мультиплеерного мода вот точно никого не помню по моему мвл 4 у него на youtube канале на его было видео где собственно ну какой-никакой аналог тахографа был если это видео я отыщу я обязательно оставлю ссылку в описании можете сами посмотреть как это работает но тогда конечно хотелось бы увидеть некий такой аналог тахографа ну просто сейчас вот этот усталость которая есть эмуляции усталости она уже себя морально изжила плюс ко всему я практически все отключают и такая кнопка есть в настройках меню ну не знаю быть может когда-нибудь с применением каких-нибудь технологий у нас и будет с вами тахограф дальше странный довольно такие комментарии попал в топ у него же целых двадцать семь лайков вопрос от пользователя с ником archie iglesias вопрос когда в тс добавят россию украину и беларусь и в конце написано хах окей давайте теперь приступим к основной тематике нашего видео собственно ради чего я все это и затеял друзья вчера разработчики официально подтвердили что в игре у нас появятся трейлеры кроны лицензионные трейлеры кроны видимо разработчики ну как разработчики производители наконец-таки поняли что можно не только как-то на ютюбе где-то еще продвигать свою продукцию и можно же это все сделать в игре тем более и тс это одна наверно из самых популярных площадок одна из самых популярных игр в этой тематике и здесь можно даже довольно таки неплохо раскрутиться в общем кто помнит в ноябре выкладывали разработчики в своих социальных сетях фотографии где они работают над снимками над захватом от всего вот этого трейлера чтобы потом впоследствии перетащить непосредственно в етс 2 если честно до последнего думал что будет ну дип такая же технология как и со скани то есть они сделают полностью ее 3d scan модели более-менее оптимизируют под игру и выложат нам чтобы ну трейлер прям был реально сочный качественный красивый но решили они видимо пойти по старому пути особо не заморачиваться да и в принципе если посмотреть на шварц мюллера они тоже сделаны довольно неплохо трейлер очень качественный очень красивый я вам хочу сказать и посмотрим как все таки по какой модели они это будут распространять но по моему шварц мюллера можно было из блога 80 тысяч копий 1 забрать бесплатно а потом если вы уже как-то по каким-то причинам не успели а то купить его непосредственно в стиме ну поживем увидим посмотрим как это все будет распространяться но по трейлерам они сказали что планируется ну практически вся линейка трейлеров кроны которые используются в реальной жизни которые они производят соответственно но в игре на гифки если ее растянуть на кадры можно заметить 4 трейлера 4 платформы то есть у нас будет платформа под контейнеровоз будет штора будет сто процентов у нас холодильник и вот многие начали строить догадки что типа будет у нас возможно тандем потому что увидели вот этот прицеп племянник его еще называют на жаргоне который используется в скандинавской сцепки не знаю почему люди вдруг подумали что этот тандем хотя в принципе если так со стороны посмотреть можно реально понять и подумать что это блин может быть при этом дым что-то делает но нет это скорее всего он опять же это мое личное мнение скорее всего там это будет адаптация уже под двойные сцепки также как это было сделаны и со шварцмюллером так что вот так дорогие друзья пишите ваше мнение вообще касаемо этого дополнения рады вы не рады я лично рад потому как действительно круто когда в игре появляется все больше и больше лицензированного контента официального то есть которым можно потом грубо говоря поиграть мультиплеере я наверняка уверен что адаптация будет сделано хотя бы по аналогии как со шварцмюллером то есть те у кого трейлера нет просто видят там кому черную коробку и все ну блин на самом деле такая ерунда если даже за это дополнение там будут против просить какие-то 150 там 100 рублей это копейки на самом деле то есть мы этими копейками поддерживаем и стимулируем разработчиков на дальнейшее внедрение лицензионного контента и уже смотрите у нас есть шварцмюллер у нас есть кроны нужен можно сказать есть есть шины michelin это реально круто когда вот вроде бы не производители грузовиков а вот техники до способствующих материалов которые помогают работе грузовика все это добавляется в игру официально это очень очень круто все дорогие друзья вот так вот на сегодня коротенький выпуск получился высказал свое мнение касаемо этого дополнения также очень будет интересно услышать ваше мнение пишите в комментариях его обязательно все комментарии я читаю ну и также не забываем задавать ваши интересные вопросы ну и самые залайканы естественно попадут в следующий выпуск но на этом все дорогие друзья спасибо огромное за внимание не забывайте ставить лайки подписываться на канал кстати в описании вы найдете ссылку на полную версию записи рейса который я использовал сегодня на фоне покатался я по ирландии друзья вот так вот очень очень редкая страна но очень очень красивая сделано на на базе промоция так что переходите по ссылке в описании на полную версию рейса и там вы найдете все ссылочки на те моды которые использовал в этом видео все дорогие друзья еще раз я вам желаю всем огромной удачи и пока увидимся